За послушание Пурианик, а за непослушание, если не слушается он, специально в вищевую телу у него. Стек называется, где собак также учат. Потому что, чтобы ничего не ела собака, просто занять его будет уголовный розыск. Ну там мясо, какое оно мясо, я не знаю. К нему голые провода, а дальше идут закрытые провода. Бросают собаки, а он стоит, у него такая здесь как кобура, он к нему ходит. Собака только берет, нельзя, он нажимает, она бьет током, она вяжет и сразу больше не возьмет. Ток бьет. И к нему ходила занять один старик, у него кобель был, я не знаю, кормил он или нет. Ну вот так поставили, он выхватил, он жмет раз, другой, он вяжет, пока не оторвался, проводами не проглотил, не отступил. Он голодный, но зато его пускать можно было куда угодно. Мы ведем занятия, идут взрыв пакета, мы стреляем, там это собаки, чтобы еще не боялись. Тем временем двое на мотоцикле. Крикнули им, здесь не ездите, это полигон, мы занимаемся, военные занятия идут, они никак. Он-то опустил его, взять! Он за ними распростался, а там корни деревья-то, они через эти корни, там их мотоцикл, он прямо седает. Он на полном ходу скащет и бьет. В воздухе летит собака. Как эти мужики-то вырвались, больше ни разу не приехали. А то они не понимают, а раб останется на наказанном и не научится. Нужно научиться. А для раба корм, работа и палка. И вот здесь то же самое. Родители куда-то уезжают, а детей берут там, утром и вечером не надо ходить, а несколько дней там, в детсадик. Но они приходят, ребенка отдали, а там смотрят, они не нравятся. Ой, Настенька, да как ты там была? Она никаких, с куклой играет. Подняла куклу, да по заднице. Замолчи, мерзавка, от тебя нет дома! А они откуда-то у нее такое? Откуда у нее такое? У девчонки-то она ни где не говорила. А мерзавка, замолчи, тебе не дома. И она-то так, помню, она на куклу перенесла теперь. Куклу по заднице. Леша, ты. Нет, брат. Где дома, да и там захаживать никто не будет. Она верещит. Некоторые взяли скотчем рты, заклеили ее ребятишком. Но там дело подняли, зашумели. У нас этого не было. Вообще не было. Вообще не было. У нас с матерью пять девчонок, пять мальчишек. Десять. Было бы еще больше. Двенадцать. Ну двое кормлены. И чтобы из дома бежать, да сохрани Бог. Не то, что там воздерживается, это непонятно. Как так? Чужие люди. Можут что-то сделать. Плохое. Оооо. Ее там научат в один раз. Это уже попустили. Чей на руки они так скорее спать утолкнули. Так спать-то и не надо сейчас. Она должна вымотаться. Она должна иссякнуть. Вот ты не показывал Яша площадь? Нет. А покажи. Заряди. Заряди. У нас там. Это был один день. Мы себе сорок с лишним лет. Передо мной всякие дети прошли. Были такие ямы непокорливые. Никак. Один такой. Только приехали мы. Я их накормил. На экскурсии пошли. С экскурсии возвращаемся. Одного нет. Убежал. Убежал. И вернулся к вечеру. Не нашел дороги. Не знаю где. Проходит день-два. Он вызвал все. И по дороге на эту. На трассу вышел туда. И уехал в одном. И бабка его говорит. Я ему ноги отрублю все же. Бабка. Я говорю. Да что ж ты так его. Убегает. Дома не живет. Вот одного пацаненка привезли. А я не знаю кто мать. А мать такая вот видная. Оказывается она. Преподаватель психиатрии. Психолог. Притом не психиатр. А психолог. А он сразу. Тут клумбы у нас. Он около березы. Через клумбу. По клумбе. Через заграну. Двери рядом. Вон туда. Девчонка на кочег. Дай кочег. Она говорит. Я десять раз кочу. А где где-то он ее сбросил. Буду тебя ждать десять-то. Она говорит. Пойдем к старшим. Расскажем как у нас не положено было. А я тебе вот дам. Он говорит. Это расскажу девчонку. Я говорю. Как колок. Но у нас когда наказа никто не видит. А тут где настольный теннис. Там большой зал. Ну и Виктор Николаевич. Он здоровый. Крепкий мужик во Франции сейчас. Он его подмышку вот так вот взял. А он верещит. Ну и дальше то что уже понятно. А я сзади наказываю. А мать сидит на стуле. Он орет ужасно. Клянусь сердцем матери. Я такого клятвы не слыхал. Никогда не буду. Он может убежать. Поэтому келью пришлось подпирать на ночь. А днем он на веревочке. В веревочке у воспитателей у него. А меня в это время в больницу положили. В позвоночник. От тяжести раздавлено. Три грыжи. Это нельзя. Операция тяжелая. Я в больнице была. И мать заехала с подарками. Меня нашла в больнице отблагодарить. Какой сын стал. Слушается. Никуда не убегает. Меня за руку берет. Она его потеряла уже. Написано. Рад. Если остается без наказания. Не научится. Не жалею розыги твоей. Чтоб по свете утешаться. Вот у нас к Истину православие. То что ты приехал. Такой дядь. Ты заслуживаешь уважения. Твоего всячества. Стремление. Ну а дальше-то. Судя спрашивает. Когда думаешь уезжать? Я говорю. Спросить-то нельзя. Спроси. Скажут. Выталкивают меня. Знай заранее, что не выталкивают. Люди хотят просто знать. Может что-то надо купить. Примера, как намечаешь? Сама. На нас не взирай. Нам ты хороша. И тебе очень полезно тут быть. Никто твоих дочек не трогает. Ну нахажи сама. Убежала? До дома ее довели. Пригрею последовать. Риминальная юстиция тут пока не шастает. Нету. Ну а как ребенок потерянный? Он бежит из дома. Примерно, когда намечаете выезжать? В начале августа. Когда? В начале августа. В начале. Прекрасно. Вот еще у нас время есть. Начало августа неделя. И там второй этап будет. Нам это не в тягости. Не выиграли. Она самостоятельная такая. И все как надо получается. Тут они играли, когда вы там были на исповеди. Бегали. А эта маленькая по лестнице забралась. Туда сверху ужас. Я говорю, ты давай. Она ее туда стащила и на руках туда снесла. Так было? Да, так. Она ее любит. Они там бегали во грязи церковные. Миша туда-сюда где-то дел, чтобы был здесь. Вот так. Друг за другом. А эта еще отстает. Надо строго передерживаться метода, который дал Господь. Ребенка, не взирай на крики его, накажи. Написано, чаще наказывай. Не жалей Розги. Не его жалей, а Розги. А Розги это вот. Розга у нее была в руке. А в Египте такие. Вот интересно. В Новосибирской области есть врач-фихиатр Пилипенко. Он лечит от наркотиков, от пьянства и прочее. Человек должен со своей простыни приходить. Он с ним занимается, договаривается, расписывается. И очень дешево. Прочти 100% исцеления. И называется это форкотерапия. Как он наказывает. Через сколько отдых, когда как положено. Все у него есть. И он стоит с розгами. Эти прутья нарезан. Какой длины, какой толщины. Все. Аргументы и факты. Центральные газеты. Пилипенко. Оказывается, лечили несколько веков назад, там в 14 веке, в Германии. Особ царской семьи. Задурел, запил. Так он говорит, вот когда драли меня тут. Ну, говорит, одно интересное. Если мужчина, то эффект больше, если женщина его берет. А если женщина, ее берет мужчина. Видимо, через простыни, голые. Вот так я не понял. Но у него много. Почти по 60 ударов. Это больше, чем 40. Но опять же, это человеческое. И вот он все рассказывает, один говорит. Я запил, директор был. Директора сняли. С женой развелся. Зарплаты нету. Но когда начали лечить, с меня как черная полоса какая-то начала сползать. Сейчас опять восстановился. Везде работаю. Жена. И все приняли меня. Так мужчины, говорю. Такие крутые. Плачут. Но не подумайте, что от боли. Да нет же. О том, сколько время потерялся. Какие деньги потратил до этого. Лечился. Нигде пользы не было. А тут пользы. Поркотерапия. Поркотерапия. Профессора Пилипенко. Вот у меня. Можешь зарядить. Пилипенко запомни, профессор. Это семейная жизнь. И Библия об этом говорит. Не жалею розги. Вот она за дверью там куда-то остановил ее. Прогнал через эти ворота и дальше. И она гиберям будет бояться подходить. А она уже начинает ногами топтать, верещать. Она знает, что я буду так крещать. Да волосы ей поставлю здорово как. Она как сирена морская. Она знает, что прошедет безразличие матери. Все сделает. Но только доченька. Не надо. Не надо. Успокойся. Пряник дам. А если баба на холмы даст до ушей? Да. Ешь больше. Спи дольше. Вот так. Чтобы вот так вот истерику закатывать. У меня в лагере, кажется, никого не было. Они знают. Игры нету. Родители у меня каждый раз писали, что я имею право наказать физически. Наказать. И я ее наказываю. А вот так вот садиться за стол. За стол не наклоняйся. А там профессор сидит, там академик. Ни разу сидит. И за 40 лет с лишним я ни разу никого не удалил. Ни разу. Вот так с себя. Ну, возьми. Уродил я. Вот так. А по-другому как? Семилетний мальчик вопрос задал. Первый день. Можно ли у вас материться в лагере? Семилетний? Нельзя, Леша. Нельзя. А один раз было. Я нашел виновного. Но наказать не смог. В одном деле совместилось и хорошее, и плохое. Наказан был братишка ее. Как раз это. Как это называется? Юревич там. Фильм про него поставлен. Да, да, да. Его дети были. Андреева звать. Его наказали. Его наказали. Она взяла кусок, спрятала в руках и за стола вытащила. А потом испугалась и второе сбросила. И все это обнаружили. В первую очередь она нарушила, что устав, а второе она по любви сделала. Мне сказал, ты поедешь. Да когда все зиму? У меня не наказали. Я все думаю, как? Чтобы наказали лучше было бы я. А сейчас ехать я все еще должна. А родители писали, видимо. Это опыт. Подходит, подкорсит, отступать, бежит. Это без наказания нельзя оставлять. Володя, а там смотри, у нас ворота-то нельзя отсутствует. Кто-то выехал, видно. От балерины. Пустое место. Да, Устиновый. Да, Устиновый. Ну что, Миша? Ты христианин, поздравляю тебя. Держи твердо. Будь проповедником, миссионером. А ты, Маргарита, с тремя приехала, для меня это непостижимо. Смелая ты. Чему ты научилась? Сегодня второй день, не забывай мыть. Я помню. Я помню. Не будешь это неполюбить. Я тебе вернусь должен. Первый исток. Три дня. А потом ты убедишь, как ведра будет бояться уже. Ты записала. Чтобы вы могли отвечать священное, не священное и не чистое, а чистое. Вот так, запомни, где. Ты уже много узнала. Не видела, как хорошо. Когда все чистые. Сейчас мы волосы тут настраиваем. Называется, Яша плащет. А потом мы сняли в храме. Ежика там, на муравейнике. Видишь у нее, у вас как все. Гайтан видать у тебя, а у нее не видать. Вот. У Миши нету. Вот так вот. Меня никто никогда не видел. Воротники может лишить. Смотри, мы с воротниками. У нас одинаково лишили. Видишь, он как смотрит. В первые часа августа, может быть, приедет Михайлюк. Марина. С внуком Максимом. У меня опять много заботы. Игорь возьмёт в водный залез, а за каждый час 2 тысячи рублей. И потом он сколько будет пилить сюда 3 часа. По 2 тысячи за час. А кто получит? А у меня денег нет. Ну давай. Игорь похоже на него. Гавриил так сделал красиво. вот только слова открытым надо смотреть и он не закрытый яшу плащу он не закрытый тролли Да, есть. Есть. Сколько просмотров там было? Покажи. Он самый. Смотри. Подойди сюда, Маргарита. Глянь, мама сидит. Иди сюда. Вот она. Анна. Сидай, дядя. Яша плащет. И обвинай, не стесняй, не любит детей. Вот это пошла. Смотри, смотри. Он сейчас включает. А там я. С первого дня, с первой минуты сразу начались в неполадке. Никого не слушает. Нога не стучит. За маму хватает. Это не надо. Это плохо. Не надо. А кто-то его наперекачивает. Ну, у нас это не положено. Это плохо.